Привет! С вами Глеб Раумская и Дима Двадыкуб. Привет! Сегодня в гостях у меня Дима Двадыкуб, и мы решили обсудить такую тему, волнующую, по крайней мере, меня последнее время. Это Model Samples наш любимый против Digitact. Я как человек, который продал уже Digitact один раз, имея Model Samples, а потом его снова купил, у меня очень много разных мыслей на этот счет. И мне интересно именно с тобой поговорить, потому что есть ощущение, что многие недопонимают, что происходит, и в том числе я и сам, возможно, многого не понимаю, почему Model Samples классный. Давай начнем эту тему вообще. Как ты пришел к этому девайсу? Как это произошло? Ну смотри, как произошло. Вообще сначала первым делом, как я с ним опыт моего взаимодействия, это он мне попал на обзор, мне дали на обзор. Он тогда еще был совсем прям вот только вышедший. У него он нифига толком не умел. Самое главное, он не умел, блин, неудобно говорить. Сэмпл локи делать, да? Сэмпл локи делать, да. И мне не понравилось, как он сделан, мне дизайн не понравился. И вообще я подумал, что что-то шведы сдуваются, и, короче, какой-то прям, ну, неправильную они трубку выбрали, что пошли в сторону этих масс-маркета. Мне тогда так показалось. Вот. А потом, во-первых, к ним новая прошивка вышла, вот эта вот сэмпл локами, которая гораздо его сильно прям существенно интереснее есть, как ты понимаешь, сам сделала. Для тех, кто не в теме, да, это возможность использовать несколько разных звуков, ну, сэмплов на одной дорожке. То есть если сэмпл локов нет, у нас всего шесть, по сути, сэмплов, а так их сколько угодно можно. Вот. И, ну, что-то как-то мне дизайн понравился в итоге. Я вспомнил, что у меня в детстве был такой компьютер, Робик назывался, который клон спектрума. Вот он реально вот ровно так вот выглядел. Точно так, клавиатурка такая беленькая была. Первый мой компьютер, кстати. В шесть лет мне дед подарил. Вот. И мне что-то еще и дизайн понравился. А потом у меня, ну, это я так все было бегло, да, а потом я подумал, я насмотрелся вот этих видосов Джеффа Майлза, может, ты видел, где он на 909-е шпарит. Да. Вот. А я именно, ну, это мой прям стиль. Я очень люблю делать, когда все ты вживую можешь двигать, когда у тебя нет там какой-то заранее запрограммированный. Ну, ты тоже же так делаешь. А не нажимаешь play и играет, а что-то там прям активно как-то двигаешься. Я себе хотел купить либо 909-ю, либо 808-ю от Берлинджера. Вот у меня была такая мысль. Я уже почти их купил, а потом я смотрю, а Model Samples дешевле и меньше, и вообще вот эта все портативность и все остальное. И я думаю, ну, куплю его, как бы залью туда сэмпл 808-й. Если мне не понравятся его возможности. И буду его тупо использовать как 808-ю. А оказалось, что он гораздо круче, чем я себе в принципе представлял. Я давай там вот это вот погружаться в все его вот эти нюансы. И в итоге я в него просто залип, как в что-то именно уникальное уже, а не в просто драм-машину. Вот как так это бы реально было. Понял, понял. Ну, у меня это, знаешь, произошло... Я сходил тогда к своему другу Даниле Пли, снимал там блог. У меня не было ни одного... Нет, у меня был, по-моему, Roland D-50 тогда, Синт. Ничего не было, и я пришел к нему, у него был Digitact. Он все писал в Digitact. И я так что-то потыкался с ним. Мне он так понравился. Ну, так как Digitact был очень сексуальный такой, знаешь, все эти кнопочки, экранчики. Digitact мне тоже очень сильно понравился. Очень, короче. Но у меня не было денег. У меня не было денег, я стал смотреть, а что еще есть, наткнулся на Model Samples и потихоньку, как-то так насмотревшись обзоров, понял, что я уже абсолютно понимаю, что с ним делать. И когда он ко мне приехал, собственно, я в первый же вечер уже нормально на нем играл, то есть что удивительно было для меня. То есть просто было понятно, что с ним делать сразу. Сразу. И, ну, вот это как бы хороший шок для меня. Я думаю, что не так много железок есть, которые ты вот сразу берешь, особенно не имея опыта железок, кроме Push'а в моем случае, да, Ableton Push, вот, что так легко входишь в его все эти приколюхи. Вот. И, ну да, ну вот расскажи с точки зрения, значит, ты с DigiTact'ом тоже имел дело? Да. А до этого мне тоже так же давали на обзор Digi этот самый. Или Digi. Я его DigiTact'ом привык называть, потом меня все давай поправлять. И я сейчас уже поправился, а смотрю, народ опять говорит DigiTact. Непонятно, что делать еще. Ну, неважно. Буду говорить DigiTact, уже привык. Уже переучился. Короче, мне его до этого... А, даже не так было дело. Его представили шведы на Superboost в каком-то там 2019 или каком, я уже не помню, году. И я его прям там тискал впервые, вот он был выставлен первый раз. И мне дико тогда, я помню, зашло. Я прямо его даже покупать собирался. Я его брал в магазине у Music Mag'а на какое-то время себе, там, что-то на пару недель, по-моему, или еще что-то, чтобы просто понять, надо мне оно или нет. Тыкал его. Мне сильно все нравилось. Но у меня тоже денег не было, как это небанально звучит, на него. Вот. А потом у меня, говорю, был совсем другой настрой пошел, какая-то другая волна. Мне хотелось именно на лайве перформанс устраивать. И я решил, что мне надо что-то просить. Ну, то, что я тебе до этого рассказал. И так у меня сэмплс оказался. В итоге, ну, как-то так, короче. Ну, на всякий случай, для тех, кто вообще не в курсе, что такое Model Samples, это вот эта вот коробка, да, но мы уже поняли, что это белая коробка. Я просто боюсь приподнять. Короче, ну, вот. А у тебя он там подключен. Она у меня видна тут, да, она мигает. Короче, шестиканальный грувбокс. Вот что это такое. Шесть дорожек, на которые вы загружаете сэмпл. И у вас много ручек, которые позволяют управлять всеми параметрами этого сэмпла. Каждой дорожки. Вот. И, ну, вот то, о чем мы говорим, в чем сила электрона, это то, что вы можете на любой шаг на самом деле загружать любой сэмпл. То есть это не значит, что у вас шесть дорожек и только шесть сэмплов. Вы можете на любую дорожку, как бы, когда ставите шаг, на степ-секвенсере загружать любой другой звук. И в этом весь основной прикол, мне кажется, этой линейки. Плюс, зажав любой из шагов, вы можете покрутить ручки настроек, которые здесь выведены, типа, pitch, decay, там, start sample, filter, reverb. С туфлером, как в самолете. Да, да, спасибо. Ну вот, покрутив эти ручки, они будут сохраняться в этом шаге, в котором вы это сделали. Ну и, соответственно, есть общие настройки каждого из каналов. И, казалось бы, вот так вот. То есть на самом деле это такой интересный микс очень простой коробочки пластмассовой, дешевой, но при этом довольно с огромным количеством функций, потому что у вас на каждый из этих шагов может быть отдельный LFO, у вас к LFO может быть привязано много классных штук, там, вы можете переворачивать сэмпл, зацикливать его, и на самом деле это практически, ну, я бы сказал, ограниченно-безграничные возможности. Вот, на мой взгляд, восхитительные девайсы. И как раз сегодня тема-то разговора, почему DigiTag, да, мы говорим. Вот у Electron есть две коробки. Первая, у них много коробок разных, но мы говорим про грувбоксы. И первый грувбокс, по сути, это Model Samples, и второй, ну, можно сказать, грувбокс, это DigiTag. Это черная коробка, она у меня сейчас стоит там, но, в общем, мы ее как-нибудь тут выведем, вы, я думаю, знаете, что это такое. Супер популярный девайс. И его отличие от этой коробки в том, что у него плюс два канала, то есть не шесть, а восемь. У него есть входящий сигнал, вы можете записывать откуда-то звук из девайсов. Он еще также работает теперь как микшер, вы можете, например, внешний синтезатор в него воткнуть. И у него отдельно восемь MIDI-дорожек. Есть много разных плюсов, какие у него там, например, у него два LFO вместо одного у Model Samples, у него очень классный фильтр, которого нет у Model Samples, у него есть атака у Sample, чего-то нет на Model Samples. Там фильтр вообще восхитительный. Это что? Ты можешь, во-первых, там две страницы фильтра, а на второй странице у тебя есть фильтр, который обрезает сверху и снизу, ты можешь выбрать кусок. Это в новой прощупке появилось, да? Да. А во-вторых, у него есть первая страница фильтра, где ты еще точно так же можешь, по сути, как на Model Samples, либо сверху, либо снизу обрезать. Плюс меняешь еще тип фильтра. Там, ну как бы, есть, например, с точкой вырезанный вниз, с точкой вырезанный вверх. И они еще привязаны, как бы, как это называется, ты тут правильнее скажешь, наверное, ну я имею в виду, что каждый, к инвилопу получается, то есть к каждому старту у Sample ты можешь выставить, что, например, у тебя этот фильтр начинает ходить. И это без LFO происходит. То есть у нас, по сути, есть LFO и еще вот такая дополнительная фишка на фильтре, что очень много, на самом деле, дает возможностей. И у DigiTact еще есть компрессор на мастере, что, мне кажется, неплохая, на самом деле, штука. Вот сегодня я записывал видосы, и я в очередной раз удивился, насколько звук становится приятнее все-таки, чем без него. Но в то же время, пока у меня не было DigiTact, я играл на Model Samples, не думал ни о каких компрессорах, ни о фильтре даже с обрезкой снизу, мне, в принципе, всего хватало. У тебя был железный какой-то педаль, как я помню, классно с ним звучало. Да, я купил себе компрессор стерео, но в итоге мне стало лень его втыкать. Ну да. И он лежит на полке. Вот основная логика. Плюсы этих устройств еще, основные, самые, на мой взгляд, крутые плюсы, это то, что этот девайс максимально современный, вы можете воткнуть по проводу его в iPhone и, например, записать или снять видео, и у вас звук пойдет напрямую в телефон. Или вы можете использовать телефон, как, например, какой-то синт, поставив приложение в виде синтезатора виртуального, точно так же использовать его, как сторонний синт внутрь Model Samples или DigiTact. И мне кажется, это вообще восхитительно. То есть коробка, у которой, на самом деле, очень много возможностей. Вот. В том числе, например, есть приложение, которое позволяет загружать сэмплы из телефона прямо в Model Samples на ходу. Вот. Мне кажется, это тоже очень круто. Во время воспроизведения сэмпл. Да, я прямо на улице записывал вокал и запихивал в Model Samples. То есть очень неплохие такие функции. И вот, казалось бы, DigiTact, о чем мы говорим-то? Казалось бы, DigiTact очень похож на него, он просто круче. Вот если так. Если по характеристикам смотреть, DigiTact просто круче. Вы можете лучше на нем сводить, по сути, да, треки, потому что больше возможностей обрезать нижние и верхние частоты. Лучше работать с фильтром. Вот. Более удобно нарезать сэмплы, потому что, опять же, есть, в конце концов, атака и полностью вот этот IDSR. Ой, не то сказал. Помоги мне. Ну, если ты про огибающую, то это, да, IDSR. Да. Да-да-да. На фильтр это что, да, ты имеешь в виду? Ну, там это отдельно от фильтра еще. Это на... Ну, у него отдельный полный на усилителе, и такой же на фильтре есть. А в Model Samples вообще очень простая. Пяу-пяу. И она одна, как бы. Да-да-да-да. Но основная эта фишка, что я как человек... Вообще, почему вам нужно слушать нас? Почему вам нужно слушать нас? Я написал миллиард лайвов и даже сделал свой закрытый клуб, где я учу ребят писать музыку на Model Samples и выжимать из него максимум. Поэтому я считаю, что я могу о нем говорить, потому что уже столько времени с этим чувачком тусуюсь, да, с этим. Вот. А Дима просто профессионал. Вот и все. Ну, на мой взгляд, это так, потому что Дима разбирается в железках, как никто здесь, и уж точно я тут вообще рядом не стою. У Димы была возможность сравнить с другими железками, в отличие от меня. У меня только вот два девайса было, с которыми я имел дело, да. DigiTact и Model Samples. Еще Model Cycles у меня был, но про это пока не об этом речь. Сегодня мы говорим про сэмплы и работу с ними. Короче, вот смотри, ключевое отличие для меня в логике этих двух девайсов кроется в том, что у Model Samples другая логика с загрузкой сэмплов. Казалось бы, все вроде то же самое. И в одной, и в другой коробочке есть по гигабайту встроенной памяти. Это все звуки, которые вы можете туда загружать. Ровно один гигабайт. Сэмплы моно, поэтому они, ну типа, их туда много вмещается. В принципе, достаточно. Но сложность заключается в том, что на DigiTact у каждого сэмпла, который вы загружаете, они загружаются в проект. То есть вы загружаете 128 сэмплов всего, которые могут находиться в проекте. Внутри проекта есть паттерны. То есть такая логика. То есть вы загрузили сэмплов и пишете кучу паттернов с этими сэмплами. В Model Samples другая логика. У вас сэмплы, как бы изначально вы просто загружаете сэмпл на каждый паттерн. Они не связаны ни с каким проектом. То есть, конечно, глобально он эту информацию хранит. И в целом проект имеет общий объем памяти, который может перезабиться немного. То есть есть такая штука. Ты хоть раз перезабивал? Главная фишка, что... Что еще раз? Хоть раз перезабивал этот объем, да? Слушай, у меня было много с этим проблем. У меня было очень много с этим проблем, когда я составлял лайвы. Вот я как раз, когда выступал в Тюмени, я ездил, выступал с Model Samples первый раз. Еще в кафешке я один раз играл. Я составлял... Из разных проектов копировал паттерны. Составлял типа плейлист. И закончил с тем, что он все скопировал, ничего мне не сказал. А когда я стал выступать, я делал... Тут есть очень классная функция, которая сохранение Temp Save, когда ты сохраняешь состояние паттерна, потом меняешь все резко параметры и возвращаешь обратно. И вот когда я возвращал обратно, такой, знаешь, красиво навернул, там, ревербы, дилей, сократил, все там улетело, разлетелось, ты думаешь, сейчас я как ворвусь обратно, сейчас всех разнесет, да? Ты такой возвращаешься, а у тебя три сэмпла из шести отвалилось просто. Ох, нифига себе. Прикинь, это такая... Я прям с таким посередине клуба стоишь, вот был какой-то там фестиваль, а я такой... Типа снейра нет, там бочки нет. Вот, это свои минусы вот определенные. То есть здесь надо как-то следить за загрузкой памяти. Я уже хотел похвалить, наоборот, Samples, что у него нету этого ограничения на слоты, а ты сейчас прям, ну, круто, короче. Для многих будет таким демом, моментиком. Видишь, в Digitact'е эта логика, она более четкая в том смысле, что у тебя есть слот, ты забил, и ты не переживаешь, да, за этот счет. Все, они уже лежат, они стопроцентно в порядке. Вот, я зная эту проблему на Model Samples, я уже понимаю, что, например, на Model Samples у тебя могут закончиться сэмпл локи. Правильно? То есть ты типа... Я почти не лочу сэмплы, кстати. Мало очень. Да? Ну, предположим, ты хочешь на одной дорожке написать все барабаны. То есть у тебя там и бочка, и хэд, и снейр, и том. И вот когда ты так залочишь на кучу дорожек, он, по-моему, 27 штук всего дает. На паттерн ты имеешь в виду? Да. И он в этот момент тебе говорит, все, типа, фул. И как бы в этот момент получается, что ты немножко в обломе, потому что надо понять теперь, что делать. А вдруг ты хотел, вот у тебя вот какая-то точка, да, и ты хотел туда, я не знаю, какой-то микрозвук, а все уже. И с DigiTacti этого не происходит по той причине, что сэмплы лежат на ячейках, и ты просто выбираешь номер ячейки. Да, да, да. Там даже LFO-шка накидывается на эти ячейки. Да. И это вот одна из моих любимых тем на DigiTacti, из-за которой мне его, наверное, больнее всего бы от него было избавляться. Это то, что у него есть LFO по слоту сэмпла. И у вас получается такая рандомизация классная, можно искать прикольные грувы, вот, чего нету на Model Samples, потому что сэмплы, как бы, они просто где-то лежат. Вот логика такая. И вот, наверное, главное отличие. И, на мой взгляд, вот эта фишка, она как будто бы, знаешь, полностью описывает для меня лично проблему DigiTacti. Вот я говорил сейчас про плюсы этой системы, но минус в том, что скорость взаимодействия, опять же, про которую я люблю говорить, да, типа, что хочется быстро результата добиваться. Когда вы зажимаете какой-то шаг, и вы такие, загружу-ка я сэмпл, на Model Samples это вот прям вот я нажал сейчас, все, загрузил сэмпл на точку, два раза ткнул, все работает. А в случае с DigiTacti, во-первых, у вас должны быть свободные слоты 128, во-вторых, это займет кучу времени, потому что вы такой, зажали кнопку, выбрали пустой слот из сэмплов, нажали загрузить, вас пустили в папки, вы там бродите-бродите кнопками, выделяете, потом нажимаете кнопку загрузить, он грузит. То есть это вообще другой тип общения. То есть как бы DigiTacti говорит, что ты должен подумать заранее, чтобы потом кайфануть, типа того. А Model Samples говорит, кайфуй прямо сейчас, вот типа прямо сейчас кайфуй. И вот это принципиальные для меня отличия. Я не знаю, сталкивался ты с этой темой, понимаешь проблематику? Слушай, ну блин, да много чего есть сказать. Во-первых, вот ты просто сейчас так выдал спич, я тебе прям по некоторым пунктам дополню. Во-первых, про память в гигабайт. Я думаю, что многие люди, ну потенциально мне так кажется, кто нас сейчас будет смотреть, они смотрят на эти машины, и возможно у них ступор возникает в их приобретении по части памяти как раз, что типа мало. И это реально выглядит по современным меркам очень мало, и кажется, что что бы вы шведом вообще, ну какая-то копейки эта память стоит, почему бы им не вставить больше. Но я на самом деле думаю, что эта память там такая, не потому что им жалко, а именно вот в силу вот этих всех вещей, про которые ты сейчас говорил. Это во-первых. А во-вторых, на самом деле гигабайт это очень много. Я сначала тоже дико экономил, я сейчас буду вот как раз на твой вопрос отвечать. И заливал туда прям строго себе там все это готовил, ну отдельно расскажу. А потом я что-то расслабил, и она у меня не кончается, и не кончается, я туда раз пак засунул, и два пак, и три, она не кончается, не кончается. Я в итоге вообще расслабился, залил туда пак, паки есть, может быть ты знаешь, распространяют в сети, типа вот эти вот условно-бесплатные паки, которые с винилов нарезаны там. Ну то, что по идее нельзя как бы, да, в треках использовать. Короче, насэмплированная. Я туда заливал прям целые фрагменты треков, джазовых там песен, длинные, какие-то эмбиентные подклады там, которые по минуте длятся. И у меня и после этого все равно память не кончилась. Я не знаю, что нужно с ним реально сделать, чтобы она кончилась, по-моему это невозможно. Ну по крайней мере с моим подходом. Поэтому гигабайт это очень много, ну блин. Ты что-то я помню тоже в каких-то там первых видосах, говорил, что сдуру залил туда несколько тысяч, да, по-моему, сэмплов, и она не кончилась. То есть, короче, гигабайт это дофига. Ну я бы вам так сказал, что пока я общался с Model Samples, первый год, я вообще не менял сэмплы, я залил, и целый год с одними и теми же сэмплами тусовался, и они все не заканчивались. Да, да. И более того, более того, в этом даже был свой шарм, потому что ты уже знаешь, в какой папке что лежит, и это еще ускоряет. У меня до сих пор так. У меня сколько лет уже я с ним. Я ничего не удалил оттуда ни разу, и не собираюсь. Ну, может, там, когда совсем все надоест. Я вот, а дальше, говоря, ты спросил про, ну, сравнивал логику, да, DIGI и Model Samples. Мне изначально подкупил именно в Model то, что у него нету этих локов, потому что я не хочу, чтобы у меня, я не понимаю, зачем это нужно. Ну, то есть, ты сейчас мне объяснил, что это потенциально может быть нужно, в смысле отказа устойчивости, да? Но именно как в каком-то там, не знаю, для вдохновения и прочего, я себе очень сильно, мне это мешало. Я не хотел себя ограничивать какими-то там ячейками, бочки себе заранее выбирать. Господи, зачем? Вот. И я поступил по-другому немножечко. Во-первых, ну, как бы мне заранее понравилось, что тут вот этого нету. Вот тут этого нету. А во-вторых, я сел просто и сразу, вот, и сначала я очень долго, где-то полгода игрался только с встроенными сэмплами, чтобы вообще понять логику этой машины. А потом я подумал, надо, наверное, все-таки что-то свое уже попробовать залить. И я сел, заморочился и подготовил себе такой условный, типа базовый какой-то такой пробный пак из всяких разных звуков, чтобы посмотреть, как они себя в принципе в этом приборе будут вести. Там по 15 бочек, там по 15 снейров, по 15 таких, по 15 сяких. И самое интересное, что я до сих пор почти все с этого пака беру. Ну, как все. Я реально как бы на нем понял, какие звуки лучше живут внутри этой машинки, какие хуже живут. И я теперь просто туда подпихиваю еще дополнительные сэмплы. По папкам у меня все осталось, как я специально себе задумал. Я не знаю, может даже включить, показать вам, как у меня это сделано. Черт его знает. Сейчас это придется бегать, правда. Короче, там у меня есть определенная каталогизация. Все прямо в ко... Вот у самих шведов в Стоково, у них там дико неудобная каталогизация. У них сделано по... Как это правильно называется? По китам. Я не понимаю тему китов. По-моему, киты это для тех, кто пальцами вот так вот шпакает. А эта машина вообще не для этих ребят совершенно. Это какая-то детская тема. Да, хочется... Ну, как-то под... Вот ты сделал классный грув на бочке, например, или на чем-то еще. Хочется под него подобрать уже следующий звук, да? То есть это не про киты вообще. Поэтому она неудобная. И я себе сделал сразу, зная, что там будет такая фигня. Каталогизацию. Просто из корня доступ к самым главным категориям. Там бочка... Клэпснейр, хэты, перкуссии, басы. Ну, короче, вот это вот все. И в них... Они у меня называются БС, например, или КК, это кик. Ну да, чтобы было видно, потому что это все не отображает. Да, да. Вот. И я до сих пор поддерживаю у себя там такой порядочек. Мне это сильно прям помогает. И вот как ты говоришь, на лету быстро можно прям... Я уже помню наизусть, естественно, все эти сэмплы. Можно выбрать быстро. Очень, кстати, классный подход. Но, знаешь, я скажу так, у меня другая там логика. Но твоя вообще отличная. Просто я к тому, что, знаешь, тут вопрос чисто привыкнуть. Ну, это, конечно, это дело субъективное. Я просто про себя... Ты спросил, как у меня, вот у меня так. Но я думаю, что тут абсолютно у всех, конечно, по-разному. Кто-то, может, китами там работает вообще, я не знаю. Самое классное для меня лично это просто понимать, в какой папке что лежит. Да, да. Если я знаю, что там, типа, тут у меня хаос бочки, я зайду в хаос бочки. То есть конкретно на ходу я понимаю, куда я иду, за каким сэмплом. Это самое главное. Ну, типа того, да. Можно по жанрам, да, тоже. Да, да. У каждого, я думаю, там свои приколюхи. Вот. И благо это можно все делать, редактировать, настраивать под себя. И нужно даже более того делать. Так, ну подожди, продолжай, продолжай. Ну и в итоге-то, я тебе говорю, я покупал изначально как просто драм-машинку. А потом я понял, что мне нравится работать только с этой коробкой. Так же, как у тебя, короче, было. Что несмотря на то, что такое маленькое количество дорожек, она как-то удивительным образом позволяет создавать полноценные грувы. А я человек ленивый, как думаю многие. Я вообще не очень хорошо понимаю людей, которые... Точнее, я их понимаю, но мне кажется, что я как-то, не знаю, не хочу, чтобы это цинично прозвучало, но для меня это какой-то как будто бы пройденный уже этап. Знаешь, люди, которые себе гуру всего собирают, я имею в виду. И я в этом плане, наоборот, я очень ленивый. Мне чем больше коробок, тем мне скучнее становится, потому что внимание рассеивается. А тут можно супер сконцентрироваться на одной штуке. И мне прям сильно понравилось, что можно, получается, на ней делать полноценные грувы. Вот. Ну там много всяких штучечек, которые позволяют это делать. Не знаю. Короче, много. И все они довольно удобно, как-то удачно, вот инжинированно, я не знаю. И в итоге у меня мнение изменилось об этой штуке. Я сначала думал, что это просто, ну, типа, выход в масс-маркет у электрона, да. А потом я понял, что на самом деле это какая-то как будто бы максимально, наоборот, продуманная у них машина, что ли, я не знаю. Вот именно в контексте всех этих, в контексте идеи электрона как таковой, того, как это в интерфейсе реализовано, цены, и вот все эти логики, как сэмплы загружаются и все остальное, как будто бы они вот прямо вот в самое яблочко с ним попали. Я не знаю, как это еще объяснить. В других машинах не совсем так от электрона. И удивительно ведь, что при всем при этом Model Samples как бы вообще, ну, мне кажется, вообще никто его не ценит в плане, мне кажется, что по числу это просто одно из самых непопулярных девайсов вообще. Ой, я не знаю, слушай. Наверное, на него как-то так смотрят, типа, что бюджетный девайс, ну, типа, чего. Да, мне кажется, в плане фанатов электрона он точно находится на дне, как бы, сто процентов, потому что Model Cycles кому-то понравился, там, и так далее. А вот Model Samples вообще мимо, типа, проходит. Какая тоже штука. Фанаты электрона, они довольно специфические. Ребята, я никогда себе не считал фанатом электрона и до сих пор не являюсь таковым. Это какая-то, ну, уже вот, типа, в сторону модуляров, что ли, штука, фанатства электрона. Но в то же самое время мне нравятся какие-то вот именно идеи электрона. С секвенсором, там что-то, да. И до этого, когда у меня были другие коробки от электрона в руках, я всегда их крутил и думал, что что-то для меня как-то гиперзаморочено. А вот здесь вот, это первая, ну, нет, не первая, ладно, не буду говорить. Первая, DigiTact, DigiTact был. Первая машина, которую ты в руках держишь, это понимаешь, что ты, в принципе, можешь не вглубляться вообще в все эти электроновские дебри, и так тебе будет прикольно. А если начнешь углубляться, то будет еще интереснее. Вот, и здесь это тоже все вполне себе есть. Может, поэтому электроновцы не очень уважают, потому что именно в плане каких-то вот этих делал, она не очень сильно замороченная. Интересно, как они вообще делали, как они это разрабатывали, ведь, по сути, это самый новый девайс из всех у них. Ну, Model Cycle самый новый, но я имею в виду серия, Ну, не какой-то Syntact сейчас делают, слышал, нет? Да, но мы пока вообще ничего про это не знаем, но я имею в виду, что определенно это самая, как бы, по идее, свежая работа их, и получается, что DigiTact, спасибо, что они обновляют его и очень классно делают прошивки. Похоже, у DigiTact есть возможности быть еще круче, я думаю, что это круто. Вот, Model Samples такого не завезли, они его один раз сделали хорошо. Были надеяться. Ну, да, в принципе, судя по тому, как долго они идут к этим темам. Короче, это интересно, и совсем недавно, ведь, получается, до того, как у DigiTact вышла новая прошивка, разница между этими девайсами была не такая огромная, именно поэтому я не видел смысла в DigiTact, когда он у меня был, потому что просто этот удобнее, а DigiTact, одно LFO было у DigiTact, не было вот этого суперкрутого фильтра, все было сильно проще. Сейчас DigiTact, по крайней мере, стал таким комбайном, который, мне кажется, хорошо работает для тех, кому хочется, например, еще воткнуть какую-то железку в него, потому что он теперь микшер, вы на него можете навалить реверс, засунуть туда микрофон, это, конечно, ну, круто там, или засемплировать, вот что я делал, засемплировать даже iPhone, можно воткнуть, например, открыть YouTube и начать семплировать прямо внутрь DigiTact. В общем, короче, DigiTact стал крутым, по факту, по функциям, он очень хорош, я считаю, качество сборки красивое, кнопочки, ну, на самом деле, там есть претензии, но кнопочки приятные, крутилки приятные, отрисовка интерфейса внутри экрана, божественная, просто секс, а не коробка, вот правда, он охренительный, кроме того, что он не работает так просто от Powerbank, что делает Model Samples, в остальном, в принципе, он, казалось бы, мечта, но, вот давай поговорим о том но, мы говорили про сэмплы и логику работы с сэмплами, что у Model Samples она более быстрая и не требующая как бы подготовки перед тем, как ты начинаешь писать музыку, да, то есть ты прям сразу начал и сразу пишешь, у DigiTact ты такой открыл и у тебя 8 сэмплов, все ужасные, которые китовые, да, и тебе нужно добавлять, то есть у тебя, да, ну ладно, я имею в виду основные 8, которые, а, те, которые сходу в смысле сразу в паттерне, нет, те, конечно, такие, нет, ну я имею в виду, я к тому, что может они даже нормальные сам по себе, но просто каждый раз, когда ты открываешь новый проект, у тебя всегда эти 8 сэмплов, которые тебе приходится заменять на другие, и тебе нужно заниматься вот этим процессом загрузки сэмплов, вот, я тоже подумываю о лайфхаке, я думаю взять просто сделать паттерн за 808 собранный и скопипастить его во все ячейки, ну что-то мне лень до сих пор это было сделать, да, ну можно так, меня больше даже не сами сэмплы парят, а то, что нужно выходить постоянно по несколько раз, нажимать кнопку назад, чтобы выйти из папки в корень, вот это вот мне больше всего напрягает, а если мне сделать 808 стоковую, вот эту, то у меня сразу будет кик в папке с киками, и можно будет его очень быстро менять, с нейр в папке с с нейрами, я понял тебя, то есть ты как бы сделаешь такие шорткаты по папкам, да, получается, да, я вот для этого хочу, но мне, я до сих пор говорю, руки не дошли, хотя по-хорошему надо сделать. Надеюсь, вы поняли, о чем мы, то есть мы имеем в виду, что когда у вас загружен сэмпл на одну из дорожек, у вас при нажатии на кнопку сэмпл уже сразу вы находитесь в той папке, в которой лежит конкретный сэмпл, потому что если открывать дефолтный пустой вот проект, то вас кидает в факторе папки какие-то, которые вам нафиг не нужны, и вам придется вот из нее вот так вот выходить, потом искать свои папки, и короче, это долгий скучный проект. В Digi там просто слоты, а тут получается ты находишься в папке с китом, и более того, если ты случайно протыкаешь эту кнопку назад больше, чем надо, он тебе просто закроет меню и все это заново делать. Это прям бесит сильно. Это я на всякий случай поясню, потому что я рассчитывал это видео, наверное, для тех, кто может быть вообще не в теме, или для тех, кто хочет понять, зачем это им нужно, или в чем проблематика, потому что очень многие продолжают спрашивать, типа, что взять, Model Samples или DigiTact, и как бы каждый раз этот вопрос возникает, и это видео, наверное... Мы можем на него попробовать ответить. Да, мы можем попробовать ответить вот конкретно про сэмплы, чтобы вы понимали логику. Здесь у вас есть гигабайт памяти, по нажатию на кнопку сэмпл вы роетесь в этих папках, выбираете любой звук и нажимаете, и все это происходит при помощи одной крутилки и кнопки открытия сэмпла. То есть супер просто и быстро на самом деле, очень удобно. В DigiTact вам нужно загрузить сэмплы, чтобы начать с ними работать, и это скорее похоже на то, что вы делаете это не во время написания музыки, а перед тем, как начать писать музыку, вы загружаете все сэмплы, с которыми вы будете работать. То есть их можно загружать во время написания, но это просто так долго и неуютно, и неприятно происходит, что кажется, что это перед написанием больше похоже на то, что это задумано перед. Разница примерно такая же. Вы там же так же можете серфить по папкам, просто немножко другая логика. Мы уже говорили про то, что сэмплы привязаны к определенным ячейкам. Давай попробуем поговорить с точки зрения… Задают нам вопрос такой с тобой, предположим, если бы это был стрим, нам бы задали вопрос, что купить? Model Samples или Digitact? И я, естественно, задаю обычный вопрос, типа, какая у тебя задача, да? Ну, типа, есть ли она вообще? Потому что от этого очень многое зависит. Есть люди, которые используют Digitact как драм-машину и никогда не используют ни сэмпл-лог, ничего такого, да? Что тоже, наверное, окей, но для меня это странно, потому что это коробка, которая имеет все на свете, казалось бы. Хочется из нее… Ну, а как бы вопрос задачи, правильно? Вот. И что ты скажешь? Вот как бы ты описал вот человеку, который вообще не понимает, что взять? Model Samples или Digitact? Разница цены в два с половиной раза. Который вообще не понимает… И давай мы придумаем какую-то эту задачу, иначе будет непонятно тоже. Пусть этот человек будет с условной задачей. А, ну давай, да. Условный человек с условной задачей. Да. Ну, допустим… Например, он хочет там… Не, например, он хочет писать музыку на железке. Вот у него такая идея. Он насмотрелся лайвов, где кто-то пишет музыку, и он такой, боже мой, хочу… Хочет писать музыку, как ты. Как я, допустим. Да, допустим, как я. Да. Ну, очевидно, что и то, и другое подойдет, потому что ты на том, и другом пишешь. Ну, если брать как ответ… Нет, давай другого человека, хорошо. Давай какого-нибудь серьезного, прямо всемирно известного музыканта возьмем. Какого-нибудь. Неважно, какого. Допустим, Муджус хочет купить Model Samples или Digitact. Давай. Что ты скажешь? Слушай, я бы, наверное, все-таки, если вот под Муджуса, я бы, наверное, Digi посоветовал, потому что он чуть… Вообще, почему я сейчас его советую, и почему мне нравится именно вот эта коробка? Мне нравится эта коробка, потому что я точно знаю, что мне от нее надо. На 100%. Поэтому она мне нравится. И даже сейчас, вот как бы я, глядя на… У меня есть возможность, как бы я бы мог бы, по идее, купить себе уже Digi. Мне не надо, я просто каждый раз это понимаю, что мне он нафиг не нужен, как бы мне вот хватает. Поэтому тут как бы вопрос такой, да, а если вы не очень хорошо понимаете, что вам из этих двух выбрать, то, конечно, Digi будет просто… Там будет больше всяких… Больше простора для экспериментов, так скажем, будет. Да, да, я согласен с тобой. Ну и, наверное, можно сказать, что Digi – это устройство, которое больше подходит для тех, кто хочет использовать дополнительные девайсы. То есть Model Samples все-таки, хоть и умеет, но это очень сомнительные его функции. Мне кажется, у него с этим явно хуже. Я, кстати, так ни разу не пробовал. У него явно с этим хуже, потому что у Model Samples шесть дорожек, и вы можете использовать их как внешне, типа как бы раздавать ноты другому устройству, только потратив аудиодорожку. Тут нету отдельных миди-дорожек, они связаны друг с другом, и либо вы делаете тихо сэмпл, который на этой дорожке. Да, свои приколы тоже есть, но все-таки в DigiTact определенно восемь миди-дорожек и восемь аудиодорожек. Все удобно работает. Там супер назначение всяких CC-шек отдельных. Вы можете прописать какие-то параметры у внешнего синтезатора, чтобы вы прямо накручивали, и все это срабатывало с ним. Плюс, так как он работает как микшер, вы можете в него засунуть этот синт, или два моно-синта, да, допустим, то и обработать их ревербом, компрессором, всей вот этой... Эффекты там круче, чем, кстати, вот. На Digi эффекты круче, чем тут. Не, я, кстати, не согласен. Стерео-дилей. А, ну это да. Да, но мне почему-то по ощущениям... Дилей на ревер умеет улетать. Там очень много всяких штуков. Ну вообще, да, ладно, согласен с тобой. Но мне почему-то больше кажется, более объемным кажется звук у Model Samples, у реверба, по моим ощущениям, он какой-то поприятнее реверба. С одной стороны, можно гораздо более вылизанно и там сделать точно все на Digi, а с другой стороны, ты здесь ручку вертанул, вот тебе и все. То есть здесь эффекты, они больше для перформанса, а там эффекты можно не только для перформанса использовать, но и для продакшена. Вот разница такая. Вот, кстати, это хорошую тему сейчас затронул. Разница еще между девайсами в том, что, я бы так сказал, этот девайс для перформанса в том смысле, что вы прямо на лету там крутите и переворачиваете трек с одного места на другое, да, и потом возвращаетесь обратно, и все такие в ужасе, что произошло. А на DigiTactic это возможно делать, но немножко приходится спотыкаться постоянно, то есть у него из-за того, что не так много ручек и не так все выведено, нужно несколько дополнительных нажатий кнопок, чтобы добираться до того или другого места, и вы никогда не сможете одновременно крутануть дилей и реверб, и, я не знаю, и сдвинуть дилей тайм. Или фильтр и питч сэмпла, например, одновременно сдвинуться. Model Samples силен в этом, и если вам хочется именно вот такого перформанса, то есть представьте, что вы на сцене и все там разлетается, то мне кажется, это Model Samples, как ни странно. А DigiTactic это такая взрослая коробка для взрослых ребят, которые, ну типа, у них, я не знаю, ты видел лайвы на DigiTactic? А, у серьезных ребят? Мне не очень нравятся лайвы серьезных, я вообще не серьезный сам ребенок и не люблю серьезных ребят, честно тебе скажу. Я бы тут даже, ну со своей стороны, я бы сказал так, ребят, если вам, если у вас в душе там пламя появляется, когда вы видите, как Jeff Miles шпарит на 909, то вам точно нужен Model Samples, а не Digi. Вот я бы так прокомментировал этот момент. А если надо много или не очень понятно, что надо вообще, то лучше, наверное, тогда Digi взять. Многие девайсы, на которых пишут музыку, да, коробки разного рода, будь то, будь то, я не знаю, Pull&Tracker или любой группбокс на свете, Octatracky, Analog4, AnalogRism, вот это вот все, там немножко больше все, на мой взгляд, про программирование. То есть, я не хочу, это не в плохом смысле, это значит, что вы там можете сделать больше деталей, больше поработать над музыкой внутри, потому что функций больше для этого. но лайвы, если вы посмотрите лайвы, ребят, которые, например, играют на Poly&Tracker, это больше похоже на то, что они включили канал, выключили канал. В большинстве своем на Digi... Там, кстати, прикольные перформансные возможности, ты зря. Это я пока сам не попробовал, но в целом, все видосы, что мне попадаются с DigiTact, чаще всего это больше про кто-то включает, выключает дорожку, и очень редко он там что-то классное может навернуть эффектами. Очень мало такого было. На DigiTact это имеешь в виду? Ага. То есть как будто бы это все-таки более что-то такое ровное, что ли, я не знаю. Мне кажется, что лайвы на нем показывают то, что он все-таки для лайвов очень относительно приспособлен, на мой взгляд. А ты видел Тищенко лайвы на нем? Да, ну окей. Не понравилось? По-моему, понравилось, но как бы этого чувака, знаешь, он на исключение, скорее, чем правило. Это, по-моему, единственное, что мне понравилось из лайвов, которые я видел на Digi, честно тебе скажу. Вот, вот. Просто, не, есть, конечно, всякие там классные ребята, реально уже крутые, да, музыканты, которые лайвы играют, но никогда ты не увидишь, чтобы было на видео написано DigiTact, там, или еще что-то. Они такое не пишут, поэтому это если ты только случайно где-то увидишь. Такое мне, по-моему, попадалось, но у этих людей, как правило, эта машина, она просто как реально песчинка в море, и непонятно, что именно она там делает, может, она просто для красоты даже стоит, черт его знает просто. Поэтому тут я ничего не могу сказать. Тоже крутых больших чуваков, когда встречал с DigiTact, на видео, они, как правило, у них там, я не знаю, бочка с Nairhead, и, может быть, MIDI-секвенция какая-то на один синт идет, и то, а все остальное как-то работает совсем с другими девайсами. И комп там же где-то рядом, непонятно, что откуда. Поэтому тут такая тема, мне кажется, DigiTact для тех, кто хочет, чтобы он мог сделать очень много всего. Если вам это важно, чтобы вы все на свете могли с ним сделать, как суперкомбайн такой, как мультитул какой-то хороший, жирный такой, можно. Потому что он довольно универсальный, мне кажется, что довольно универсальный девайс, он очень много всего умеет. Ну, он более, вот то, что мы, я не знаю, стоит ли приходить к этой теме. Давай, прежде чем туда идти, я тоже как-то попробую резюмировать. Тут важно, что понимать. Вот, ребят, если вы присматриваетесь сейчас к этим двум машинам или каким-то другим, и у вас еще недостаточно опыта или, ну, опыта, да, наверное, все-таки в первую очередь, ни лайвов опыта, ни, в принципе, общения с железом, то тут есть два варианта вообще на самом деле. Либо четко себе расписать, что вам потенциально может быть нужно, а что не нужно. Это, конечно, тоже говорю, далеко не всегда можно сделать, иногда опыта недостаточно и в принципе непонятно, что нужно, что не нужно, да. Вот, если это можно сделать, то смотрите просто по достоинствам, смотрите просто насколько совпадают возможности этих коробок с тем, что вы там расписали, потому что совершенно очевидно, что сюда нельзя будет напрямую сэмплировать, очевидно, что здесь нет микшера для внешних девайсов, да, нет в ней, ну, там, каких-то миди-дорожек, и тогда, конечно, ну, короче, очевиден выбор страны, если у вас нет таких вот явных в этом плане каких-то там четких задач, или вы вообще не очень хорошо понимаете, что вам нужно, да, то в этом смысле надо просто, я как всегда советую, я говорю, берите то, что вам нравится, реально. Железо это инвестиции, надо это понимать, многие не понимают почему-то, мне кажется, может я, конечно, сам так решил, люди не понимают, что железо это инвестиции, вы ничего не теряете, покупая железку, вообще ничего, вы потом ее можете смело скинуть, и, ну, даже если вы там какую-то разницу в несколько тысяч, в итоге она будет, да, зато вы получаете опыт, и вот это, ну, обогащаетесь в плане того, как вообще бывает к интерфейсу, да, как можно взаимодействовать с железом, поэтому я всегда людям предлагаю, если у них недостаточно опыта, просто получать опыт, надо тупо брать то, что нравится, и кайфовать, по-моему так. Конечно, ведь первостепенно кайф, я с тобой полностью согласен. Да, да, я очень много железок перетыкал, так как бы, и продавал их обратно, ничуть вообще об этом, честно сказать, не жалею. Вот, а если говорить про именно то, что мы с тобой-то говорили, про разницу между, более конкретно, да, то есть, ну, мы это обговаривали, короче, не в видео, видимо, Глеб решил. Да, я решил как раз это все собрать, да, давай. Как сказать-то, сделать народным, да, протранслировать в массы, так скажем. Короче, мы с ним вместе сошлись на мнении, что Диги, он такой как бы типа парень, который желает всем угодить, как бы получается, да, вроде как. И в этом плане он, конечно, классный, но девчонки-то любят, как всем известно, подонков. Кто-кто, да, ты так на подонка не похож совсем, да. Да, да, он такой типа, я и здесь могу, и тут могу, как бы, и вот это, и, значит, вышивать, и на машинке, как наш, Матроскин, всем известный. А этот чувак, он просто тебе, вот он в руках появляется, он говорит, а вот я вот так вот делаю, что хочешь, то и теперь, как хочешь с этим теперь, так и живи. Либо продавай меня, либо давай так, как я умею со мной вместе. Вот. И мне этот тот ход нравится, на самом деле, он либо тебе сразу, ну, такое как бы вот, железо же, оно такое, да, оно тоже бывает, либо вот как я второе сказал, либо как первое, пытающееся всем угодить. Мне гораздо больше симпатична железо, которое сразу заявляет о себе, в плане, что вот я такое, такой, да, прибор там какой-то. И тут ты его либо сразу любишь, либо ты его сразу не любишь, но хотя какая-то эмоция сразу есть, и тебе сразу понятно, как бы будешь ты с ним дальше. А иногда бывает, ты вроде его эту крюлю не полюбил, думаешь, может что-то там, ну, короче, реально как с отношениями, тебе человек либо нравится, либо сразу сильно, либо сразу сильно не нравится, это в принципе, на самом деле, похоже, это одно и то же. Может, если не нравится потом, а если у тебя не ноль эмоций, то ну, ну, или придется, знаете, как отношения, которые уже не спасти, ты такой изо всех сил пытаешься, ну, нет, ну, может быть, у меня все-таки получится. Типа, я сейчас к нему куплю педаль, и станет, может быть, все-таки поинтереснее. Типа, да, 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 может, мы, конечно, заходим не совсем на ту территорию, на которую надо заходить, но, блин, тем не менее, это же тоже взаимоотношения своего рода, да, которые, и оно поэтому похоже, да, да, я когда ведь его стал покупать, и я, как бы он ко мне приехал, моя любовь буквально за день с ним случилась, то есть я уже в него был влюблен заранее, но потом я просто понял, что вот она магия, то есть я реально как в детство окунулся, потому что уровень моего счастья зашкаливал, это, я был в шоке просто, что это возможно, не было таких девайсов ни одного на свете, который у меня такой вот просто детский восторг, как... У меня так было с моим первым грувбоксом, да, корк ЕМХ, но это было уже очень-очень-очень-очень много лет назад, я вообще просто, да, для меня мир перевернулся, я такой, а что, так можно было просто в тот момент? Да, но у меня была до этого тоже школа грувбоксов какая-то небольшая, но не моих, а у кого-то я тыкался, и я уже понимал, что это моя тема, что типа, когда у тебя есть девайс на ходу, где ты можешь типа быстро что-то навернуть, и это классно, я как фанат получать быстрое удовольствие, видимо, извините за выражение, но для меня это очень важно, типа, я пишу быстро треки, я люблю все быстро, чтобы вот типа, захотел там съел, да, захотел, написал, пошел в плеере уже слушаешь, вот это мне важно, что этот девайс максимально быстро готовит все, типа, ты с ним как, я не знаю, как экспресс-печка какая-то, тут же уже заварил, в телефон залил, в соцсети вылетел, все видосы, как ты офигенно в кафешке на нем пишешь, посидел возле реки, записал трек, короче, это нереальный девайс, потому что вот, я не знаю, у меня с ним случилось просто мэч 100%, знаете, это когда вы смотрите Netflix, он тебе говорит, совпадение 99%, там, типа, этот сериал вам понравится, как то, что вы любите, типа, вот, мне кажется, с этим девайсом у меня 100% было совпадение, и да, и того мы, к чему приходим-то, к тому, что DigiTact хороший парень, красивый, да, такой вроде весь, да, железный, красивый железный, у него столько, ну, прям, он же классный, реально, посмотрите на него, я на него сегодня целый день смотрел, вот, очень красивый, и даже музыку на нем пишу, но медленнее, классный, классный девайс, но выбирая между этими двумя, я бы 100% взял Model Samples, и убежал в лес с ним, и с Powerbank, и все, сказал бы, до свидания, друзья, вы мне больше не нужны, вот твои любимые фишки, давай поговорим про это, в принципе, я думаю, что мы уже в целом описали, да, что они умеют, и я думаю, что примерно понятно наше отношение к ним, может быть, ты что-то хочешь еще досказать на эту тему? На первый взгляд, это совершенно не очевидно, я опять же, очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, у которых не хватает недостаточно опыта взаимодействия с железками, они думают, что чем больше умеет железка, или чем она дороже, тем типа круче, но на самом деле, главный, ну как, вот этот вот мэдж, да, про который ты говорил, он вообще, это как реально в отношениях, ты вообще можешь не ожидать, что тебя бомбанет от чего-то, вот от чего тебе в итоге бомбанет, это совершенно непредсказуемо, и никак не относится ни к возможностям девайса, ни к его цене, вообще никак, это может быть волкомодуля, может быть вас бомбанет от волки модуляр, ребята, я не знаю, или еще чего-нибудь такого странного, кого-то он от блокфлейты может бомбануть, я не знаю, или от варгана, всяко бывает реально, вот, это то, что я хотел сказать, поэтому не надо думать, что типа более дорогой прибор реально вам больше подойдет, это никакого отношения не иметь ни к цене, ни к возможностям девайса, вот это единственное, что я хотел дополнить, пожалуй. В эту тему, мне кажется, октатреку какому-то есть, такой, знаешь, типа образ октатрека, который где-то висит в небе, и люди думают, что это точно идеальный девайс. Ну, потому что такой, весь такой, он уже даже не секси, он такой, знаешь, типа другой, я другой, с томным закатыванием глазок, он в свое время просто реально очень сильно все в плане цен, он заставил людей смотреть на железный сэмплер, не как на что-то, ну, уже ретро бесполезное, да? Если ты когда-нибудь этот вопрос изучал, я думаю, ты изучал наверняка, это как даже по трекам заметно, да, что до какого-то момента, там буквально до начала 90-х, наверное, может быть, компы не вывозили просто работы с сэмплами, приходилось покупать сэмплеры типа Акая, вот эти железные беленькие такие были, да? И там действительно сэмплеры были нужны, а потом компьютеры стали спокойно сэмплы все эти вывозить, и возник вопрос, а нафига вообще железные сэмплеры нужны, как бы, они теперь как бы вроде бы как бы даже и не нужны. И тут приходит октатрек, и всем надирает задницу, и все такие, нифига себе, так вот зачем на самом деле железные сэмплеры. И вот этот вот шлейф вот этой магии, которую он тогда оставил, до сих пор за ним тянется, хотя на самом деле он достаточно устаревший по многим пунктам уже девайс, честно, если так сказать. Там, например, отвратительные эффекты, просто от которых вот, ну, ужасные, короче, эффекты. Мне так кажется. Ну, не прямо ужасные, ладно, давай не будем утрировать. Нормальные там эффекты, но вот на этих, вот даже тут эффекты лучше, чем на октатреке. Лучше, и мозга ему явно не хватает на очень многие процессы. Он слишком крут для его мозга, на самом деле. Я надеюсь, что хватит все-таки мозгов человеческих уже ресурсов, я имею в виду, у электрона, чтобы какую-нибудь вторую версию сварганить. Потому что, насколько я там краем уха слышал, у них не совсем вроде как там дела удачно идут, но я не знаю подробностей, поэтому не будем сейчас, конечно, это тема муссировать. Короче, было бы здорово, чтобы что-то новое вышло такого плана, у них может так-то трек-два или что-то подобное. Потому что, конечно, идея совершенно шедевральная, но она уже очень сильно требует, конечно, причем не только софтверной прокачки, а и хардверной, конечно, тоже прокачки. Давай перейдем тогда, поговорим про какие-то классные фишки, которые ты на нем больше всего любишь. За что ты его больше всего любишь? Фишки классные? Ну, слушай, я не знаю, я могу так, наверное, но будет ли это начинающим-то интересно? Да черт его знает, я на нем накидывать люблю паттерны просто, вот и все. Я не люблю накидывать паттерны на компьютере, мне очень не нравится, я не получаю этого удовольствия. Почему я не люблю на компьютере? Потому что, вот это, кстати, наверное, интересно будет начинающим. Потому что на компьютере недостаточно, для меня, короче, я про это делал даже отдельное видео на канале новой школы музыки. Там меня, кстати, захейтили жестко, типа, если ты называешь это, что, типа, мол, там, не надоело, вот такое вот. Я даже рад, ребята, давайте, чем больше вы отвратительных вещей напишите под моим видео, тем лучше оно будет в поиске там появляться, поэтому хейтите меня. Подожди, что они писали-то, подожди, ты уже расшифруешь. Ну, почитай там, они, они, в общем, я как там заявил, о том, что типа надо делать такие паттерны, которые в лупе звучат так, что их не надоедает слушать. Да-да-да. Да, и включаю там некий свой паттерн условный, говорю, ну что, не надоело еще, я там хи-хи-ха-ха, и вот многие написали мне там, что типа, да как же это не надоело-то, мне уже на втором повторе я хотел себе ведро на голову надеть, в таком духе. А как можно получать удовольствие от грува, да? Нужно делать его таким, чтобы он как-то все время дышал, мне так кажется, я не знаю, мне кажется, что ты тоже, ну вот у меня по ощущениям, которые я от твоей музыки получаю, тоже такой есть какой-то на нее, да, грувый подход. То есть там какие-то микродвижения, может длинные автоматизации, вот какие-то такие штуки. И мне это крайне, ну по крайней мере, вот до выхода 11-го Ableton'а прям точно, абсолютно могу сказать, мне это крайне не нравилось делать на компе. В 11-ом там чуть больше появилось возможностей подобных, но тоже я бы не сказал, что прямо стало их настолько много, чтобы я от этого так же кайфовал, как я вот от этого кайфую. А эта коробка, она как будто идеально создана именно для вот этих вот каких-то таких вроде бы простых, примитивных грувов, но в то же самое время не тупых вот этих повторяющихся монотонных, а каких-то, чтобы они так вот как... Короче, знаешь, когда вообще я его первый раз увидел и поюзал, у меня первый вердикт был, я просто запомнил случайно, я говорю, блин, это короче коробка для этого, для госзвука, я говорю. И вот по-моему реально это оно, то есть это короче, это миним... Я его люблю за то, что это минимал тачка. Он помогает из минимального количества каких-то средств сделать такой, какой-то живой, не знаю, органичный грув, который вроде бы как бы и монотонный, а в то же самое время ну живой, не знаю я. Минимал техно мне, короче, на нем нравится делать. Ну или какую-то такую умную, странную, такую вот хрень, не знаю я, как это еще сказать. Вот, и именно это вот главная фишка, которой мне здесь нравится. Тут куча инструментов, которые тогда заточены, разная длина дорожек, там, скорость, там, множители скорости. Есть, обожаю, я не знаю, ты применяешь или нет, штуку, когда ты фил активируешь в пределах паттерна. Ты можешь просто там какие-то пару дополнительных каких-то дорожек. Я увидел только у тебя в том видео, и после этого я сделал как раз дополнительное апдейт занятия в своем клубе. Я вообще эту тему обожаю, потому что так-то ты можешь мьютить дорожки, а фил это по сути еще один дополнительный мьют. Ты можешь сделать еще несколько дорожек как бы за счет этих сэмпл-локов и мьютить их через фил просто. Вот эту штуку тоже я очень люблю. Плюс там можно делать так, что вот на этих фил-триггерах есть какая-нибудь там, ну тоже какая-нибудь дополнительная автоматизация, например. Короче, много всяких дел, и при том, что все это настолько вот сложно звучит, может быть, для неподготовленного, да, слушателя. Это все реально делается просто, очень быстро. Не надо запариваться сильно. Ну то есть запариваться все равно, конечно, надо, но не настолько сильно, насколько в топовых машинах от электронных. Да, если просто за ним посидеть и разобраться, что как работает, то это реально волшебно. Самая главная и любимая кнопка трек, и если у вас играет уже готовый трек, вы нажимаете трек и перевернуть, например, все сэмплы задом наперед, это уже какое-то волшебство. И вот таких штук тут миллион. Просто две кнопки нажал, и у тебя... Мне дико нравится. Знаешь еще какая тема? Ты нажимаешь трек, вот у тебя есть паттерн, нажимаешь трек, начинаешь крутить как-то там, шизу какую-то наводить. В какой-то момент получаешь новый саунд такой вау. Просто возвращаешь, например, бочку к тому, как она раньше была. Ну там просто вспоминаешь, как она была. И у тебя по сути новый паттерн, и тебе остается только его в новый слот сохранить и все. Вот. И у тебя как бы есть уже вариация. Да, и можно делать вот эту штуку, что на самом деле, когда ты, если ты сделал темп сейв, и ты накрутил вот это вот все, ты можешь скопировать паттерн, вернуть темп сейвом обратно в нормальное состояние и скопировать на следующий. Причем прямо на лету все это делается. Ну вот для меня он раскрылся. Ну понятно, что я, как только я его купил, я каждый день начал лайвы снимать уже, потом не мог остановиться. Каждое утро у меня было лайв, 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 лайв. Просто как угорелый. А в один момент вот как раз я про это рассказывал, что любимый момент у меня то ли был день рождения, то ли еще что-то. В момент пандемии это все как раз происходило где-то в начале. И я тогда три часа играл музыку с нуля. То есть я писал музыку. У тебя офигенный был лайв на день рождения каком-то, я помню, я его смотрел, мне дико понравилось. Я не знаю, про него ты сейчас говоришь или нет, но какой-то я смотрел, мне дико понравилось. Было несколько, но вот один был более заготовленный, а второй реально, когда я помню, что прошло три часа, я уже играю в конце Ambient какой-то, знаешь, из сэмплов. Все красиво. И мне кто-то пишет коммент, типа, нифига ты угорел, три часа уже играешь. Я такой, в смысле, три часа. И такой, реально, три часа. Я просто улетел. Это какой-то трындец. И я вот про то, что вот как можно, я не думал, что это возможно, писать музыку на ходу, чтобы это было нормально. Типа, что это, ну, представьте, в облетоне сидел бы рядом с вами человек и смотрел, как вы пишете музыку. Да его стошнит уже через пять минут, потому что, когда он будет слушать, как восемь раз бочку по кругу звучит. То есть, это девайс, в котором процесс максимально офигенный. Процесс написания офигенный. Процесс написания в облетоне просто как бы нормальный. Ну, типа, обычный. Процесс написания в облетоне похож на работу. Такой прям, вот у тебя идеальный инструмент, все на своих местах. Ты такой, как профи, просто в черных очечках сел, такой взял скальпель, там зажим, вот это все. Для меня это вот Айблтон, он так выглядит. И ты такой, просто реально, как, как бы, но это все происходит, я даже не знаю, как тебе это объяснить-то. Как-то вот, как ты, я себя немножко, как робот в этот момент чувствую. А вот с этой штукой я себя чувствую не как робот такой, хе-хе, уже больше. Ну, не знаю, как это объяснить, короче. Я хотел извлечь, у меня все время, знаешь, какое-то такое вот в голове есть, это вот то видео предыдущее, про которое я говорил, это на самом деле тоже результат вот этих размышлений. Мне все время хочется попытаться как-то, такой детский, знаешь, детское желание вытащить вот это вот как-то там вот, препарировать, короче, вот эту крутость, про которую мы с тобой сейчас говорим, как-то ее вытащить и понять, что она из себя представляет, наконец. Я все время пытаюсь как-то из Эйблтона выжать что-то, что будет похоже вот на эту штуку. Уже несколько раз я это пробовал или на другие какие-то грувбоксы и у меня ни разу до сих пор не получилось. То есть получается все равно интересно, в итоге что-то новое для себя находишь, такое вау, классно, но мне ни разу, ни разу в жизни не получилось сделать так, как вот эти коробки умеют. Вспоминаю видео, которое меня первое привлекло к покупке какой-то дополнительной штуки, кроме ноутбука. Это был машин-драм, который показывал, как классно на Аблитон-Пуше писать музон. Я уже не помню, с кем-то он был еще, там был темнокожий парень какой-то. Он такой, типа, прям вот так вот, знаешь, пять минут он зажал, уже все охрененно, все в стиле машин-драма было. И я такой думаю, ну, все, походу, надо брать, это просто бомба. Ну, типа, чувак на лету все набросал, все красиво. Когда ко мне приехал Пуш, мне показалось, что тоже все красиво, но на деле оказалось, добавлять дорожку, проблема, добавлять эффект, проблема, выбирать сэмпл с этой коробки, ну, вообще тоже, то есть у тебя все равно, да, у тебя опять коробка, опять ноутбук, и большую часть времени ты все равно тыкаешь ноутбук, потому что быстрее на нем это сделать, чем... У меня такая же фигня была вот один в один практически. Вот как ты и вот это видео, я его где-нибудь тут размещу, то прекрасное видео, где ты пытаешься переложить плюсы model samples в облитон при помощи новых функций 11 версии. Я то же самое делал тогда с Пушом, я был тогда на Кубе, я помню, у меня был Пуш, и я там тогда выступал, и у меня, короче, был он Пуш с собой, было что-то типа две недели, я почти ничего не делал, просто отдыхал. И я каждый день доставал этот Пуш, подсоединял к ноутбуку, и я делал себе вот такие киты, которые позволяли одной ручкой, крутилкой переключать сэмплы, да, типа 128 сэмплов, крутя ручку. И вот я себе все вот так вот забивал, у меня было 8 дорожек, дорожка с падом, дорожка с бочкой, дорожка с басом, вот так вот, и все. Вот только в таком ключе мне было весело и круто. Я писал какой-то веселый хаус такой странный, типа UK, и я кайфовал, потому что я не смотрел в ноутбук, я занимался просто вот случайным выбором сэмплов, типа поиском классных сочетаний. Вот, наверное, это единственное... Но там все равно нельзя на лету все реверснуть, знаешь, как бы да, да, да. Конечно, конечно, да. Но когда ты уже знаешь, как можно тут... Вообще я понимаю, о чем ты говоришь, да, это действительно оно, это то самое, но просто... уже не оно, да, я согласен с тобой. Это было давно, тогда я не знал про Model Samples. Поэтому, ребята, что мы можем вам сказать вот вдвоем, я думаю, что Model Samples круто, вот. Мы любим. Да, я не знаю, по-моему, это один... Ну, то есть, если какой-то у меня был бы личный какой-то топ в плане вот какого-то максимально... Я даже не знаю, как это правда объяснить. Это вот какая-то вот... Блин, ну как вот правда это сказать? Я не знаю. Это сочетание ведь множества факторов. Это какая-то вот инженерная находка, наверное, или что-то такое, я не знаю. Вот. Если бы был у меня какой-то список таких вот, типа, где-то максимально идеально, то в него бы точно там в какие-то первые места попал бы Samples. Да много. Ну как, не то, чтобы много. Короче, из электронов Samples бы попал, наверное. Может быть. Контроллеры бы туда не попали ни один, наверное, MIDI. Они не про это. Пока. Хотя, с другой стороны, знаешь, опять же, раз уж мы на эту тему говорим, вгрядет ведь MIDI 2.0. И вот я надеюсь, ну, может быть, хоть сейчас мои мольбы там к боженьке железячному услышат, и найдется кто-нибудь, кто сделает нормальный контроллер, который не надо будет мэпить, который сам будет отображать на каждом экранчике все, что ты там делаешь, вот это все. Тогда, может быть, поговорим уже, действительно, железо, весь и софт уже будет более разумно разговаривать. Именно в плане вот тактильного взаимодействия. Но пока, конечно, ни один пуш, к сожалению, не рвет. Даже Model Samples. Вот такая вот штука. И у меня, знаешь, как это вообще я понял? У меня был синтезатор, как же он назывался-то? Mini-Ak. Mini-Akai Mini-Ak, да, он назывался. Бешеный, абсолютно полифонический синтезатор с кучей параметров, четыре осциллятора, там FM между ними всеми, там куча всего. И у него три крутилки всего было. И я играл пресетами, играл пресетами, ну, мне нравится с пресетами тоже играть, я люблю играть. А потом в какой-то момент я подумал, а почему бы его не понакручивать? Я к нему подключил внешний, большущий, у меня был Behringer, такой с кучей крутилок, контроллер, все это поназначал, там посидел, покурил мануалы, где-то сутки я сидел, разбирался, потому что там жуткая, конечно, замороч. И потом я все это подключил, начал его управлять, и просто такой, бааа, у меня было ощущение, что просто я новый инструмент реально купил. Вот. То есть, когда ты имеешь прямой доступ ко всем, вот, ко всему, к каждому параметру, это абсолютно не то же самое, чем когда ты листаешь страницы. Тут как бы и та же самая разница между Digi и Model Samples, опять же, наружу выходит, да? Да, да, ну и в целом вы можете эту тему перекладывать на любые девайсы, чем глубже у них вот этот меню дайвинг, тем меньше вот того самого счастья. Ну, по крайней мере, я не знаю, вот у нас с Димой одинаковое ощущение счастья, да. Поэтому действительно... Для меня это один из главных критериев при выборе девайсов. Мне очень важно, чтобы все было на морде. Я вряд ли когда-нибудь куплю девайсы, только если под какие-то ультилитарные цели, непосредственно, да, вот это вот. Никогда не куплю девайсы, у которых какие-то страницы там есть. Вот смотри, кстати, давай, может быть, на такую тему еще поговорим. Лучшие девайсы для Model Samples, на твой взгляд, нужны ли какие-то штуки? Да. Что вообще важно относительно вот знать Model Samples, что бы ему пригодилось? Может быть, девайсы, может быть, плагины, может, еще что-то. Потому что для меня, например, изотоп Озон очень важная штука, если вы хотите, чтобы ваши лайвы звучали сочненько и жирненько. Я не умею, видимо, Озоном пользоваться, мне он вообще не нравится. Честно скажу. Скорее всего, я просто не умею им пользоваться. Я тебе потом сброшу видос, как я обрабатываю Model Samples им. А давай. Давай. У меня на мастере маленькие другие штуки висят. Ну, на самом деле, ты правильно сказал, что да, нужен, конечно, мастеринг, безусловно. Озон, не озон, это уже дело вкуса, конечно. То есть, тут вопрос, какой железный там или софтовый, ну, не знаю. Это уже... Вот у меня сейчас, собственно, у самого стоит вопрос, как это делать. Я уже чуть было не пошел, как ты в магазин за этим компрессором. Реально собирался. А потом думаю, Дима, это еще одна коробка. Зачем она тебе? Ты ее не будешь подключать? Ты ленивый. Нужно признаваться себе честно в том, какой ты есть. Слушай, так проблема в том, что тогда у нас не будет компрессора, уже пора принять. Нет, у меня настроен, у меня даже есть специальный темплейт в компьютере. Я его просто по USB к компьютеру цепляю и все. По USB прямо. Меня обламывает компьютер еще доставать. У меня обычно он далеко от... Нет, у меня компьютер не надо доставать, он всегда почти. Компьютер это моя вторая часть. Тогда нормально, да. Без компьютера я жить не смогу вообще. Я же работаю с... Ну, блин. Ну, вот действительно, я не знаю, потому что я купил компрессор, я очень хотел стерео, потому что у меня была и есть все еще моя любимая педалька. Любимая, которой я не пользуюсь уже полтора года. Электрон аналог драйв, да, она называется. Это такая педаль. Сатуратор такая. Ну, короче, крутая педаль. Она прям реально охрененная, но она моно. И ей можно сделать жир из любого клика, пука, там, чего угодно. Она вам превратит все это в месину, и прям очень классно. Но конкретно с Model Samples это, ну, такое странное сочетание, не об этом. Это скорее, типа, все-таки эффект ну, такого жесткого перегруза. Вот. А компрессор стерео, он реально хорош, и действительно Model Samples классно через него звучит. Ну, мне нравилось твой лайф. Вот первый раз ты, когда его особенно выставил, я вообще сильно кайфил. Да. Ну, я думаю, что я еще как-нибудь с ним поиграю, конечно. Но проблема пока моя в том, что вот я ездил, например, выступать в Тюмень на фестиваль с Model Samples впервые. И я не взял с собой педаль, просто не взял. Не потому, что я забыл, а потому, что я подумал, ну, казалось бы, это вот небольшая же коробочка, плюс два провода, да, ничего, ну, не так много. Но даже это у меня вызывает желание ее не брать. То есть это же просто жесть какая-то, я не знаю. Ну, тут, наверное, опять же зависит от того, что там у тебя вообще глобально, да. Я просто себе как-то поставил, типа, не то чтобы жизненную цель, а жизненное правило на несколько лет, типа, вперед. Правило. У меня должно все входить в сумку для ручной клади. Все. Если у меня что-то не входит, то мне это не нужно просто, значит. Ну, с этим я уже давно так живу, да. Но, видишь, у меня еще бывает с собой там, если я еду на неделю, у меня там должна лежать там кенгуруха, какие-нибудь там трусы, бритвы, я не знаю, типа того. Да, я предпочту кенгуруху и трусы, чем компрессор. Ты абсолютно правильно говоришь. Мне нравится этот подход, да. Ну вот. Но, по сути, если у вас нет таких проблем, как у нас, то вы можете докупить компрессор. В моем случае это... Что у меня за... Ты лучше знаешь даже, что у меня за педаль, чем я. Я не помню. Электрогармоникс. Электрогармоникс, стереолимитер и компрессор. Вот. Ну он такой хлесткий, как бы классный. Да, и у него есть еще овердрайв, по-моему, внутри. То есть он, в принципе, много выполняет задач. Можно сделать его прямо плотным звуком. Он как 11.76 местами прям херачит. Ну здорово, не знаю. Классно было. То есть вот, да, короче, обработка нужна, ну, возвращаясь к теме-то, да, не то, чтобы нужна, просто с ней получается больше вариативности, что ли, и более цельно звучит. Я не знаю, ну так как бы можно, наверное, с одной коробкой выходить на сцену и какой-то роу фигачить, но я вот просто по своим наблюдениям заметил, что если все-таки это как-то немножечко подмастеривать, получается плотнее. Конечно, конечно. Мне кажется, что это хорошая тема, потому что все равно, но вот я выступал когда с сырым звуком, мне кажется, у меня там все равно было слишком много баса, и, в общем, все немножко, ну, короче, понятно, что чуть бы под... Ну да, да, да. То есть такое как бы, кому-то может, ну, то есть это сходит за такой некий, как сказать-то, я даже не знаю, такой пофигистичный, грязный стилек, как бы вроде бы с одной стороны, а с другой стороны, если без этого обойтись, то будет еще вроде как даже и лучше, не знаю. Не знаю. Хотя надо сказать, тоже отдать должное, вот я дополню, да, что тут же прям вот сама коробка, она подстегивает к такому немножко роу-саунду, и многие, кстати, за это хейтят, она действительно как бы, так, как сказать-то, местами прямо хочет быть грязной, сама просит, да. Вот тут, например, спаррин-дисторшн с громкостью в этом, в диге нет такого, там отдельно дисторшн, отдельно громкость и отдельно там биткрашер. А здесь получается все на одной крутилке, и если вы где-то сэмпл там хотите вот подвытянуть, у вас автоматически все это немножечко лоуфается и грязнится, как бы, это тоже такая довольно забавная, интересная штука. То есть, по идее, можно как бы вроде бы даже и без компрессора с ним. Вот ты знаешь, я когда, в принципе, и музыку пишу, у меня зачастую на, например, на барабанах вообще компрессора никогда не было, я больше за подстройку уровнями громкостей, да. Типа, потому что на самом деле громкостью, мне кажется, можно чище. Понятно, что компрессор свои штуки дает, но в целом без него можно жить, если уметь нормально как бы слышать, что происходит. Я в журнале Future Music Russia для себя открыл этот секрет, когда читал интервью с Dasky, есть такой, Dasky, по-моему, или откуда ли они там, Dasky, house duet, короче. И их спрашивали там, вы пользуетесь компрессорами и какими? Они говорят, у нас ни одного компрессора нет нигде в треках, только на вокале. И я тогда офигел просто реально. Я сразу же их треки включаю новое проверить, слышу, что звучит офигительно, и я такой, черт, Дима, подожди, как такой саунд можно без компрессоров получить? Вот, ну короче, да, это вот то, о чем ты сейчас говоришь на самом деле. То есть можно как бы и без этого, можно на громкостях действительно работать, на каких-то там микро вот этих вот динамических нюансах, вот этих штуках, на свинге опять же каком-то, да? Так, ну что, давай подводим итог, наверное, если у нас не осталось чего-то конкретного. Знаешь, что еще мне в нем нравится, уж раз ты спросил? Мне нравится его вот это вот какая-то такая непред... какая-то отсутствие каких-то вот этих вот как раз таки... Ну, я не называл бы это отсутствием секса, того, который в Диге есть, да? Но это какая-то непосредственность такая, что он не пытается казаться чем-то таким вот таким всем из себя. Он просто такой, какой есть, такой и есть. И из-за этого с ним нет... Ну, у меня к нему нет отношения какого-то вот этого фетиша нет во взаимодействии с ним. Мне его не жалко будет, если что-то он где-то тюкнется, например, мне не будет его жалко, да? Вот опять же, я могу себе спокойно представить, как я с ним на лодке плаваю и снимаю лайф. А с тем же Диги я бы, наверное, за него побеспокоился бы и вряд ли бы вообще на это решился. То есть, какая-то такая вот эта вот типа легкость, я не знаю, инструмент он такой, мне кажется, и должен быть. Может быть, не обязательно именно такой, но с таким, как с другом каким-то, вот ты в нем прямо уверен и не боишься с ним там куда-то лезть, не знаю, в грязную какую-то там яму. Вот. А когда у тебя что-то другое, такое модное секси, ты же будешь с него там плинки стирать и уже это совсем другое какое-то взаимодействие. Короче, мне нравится, что он такой вот типа весь какой-то непритязательный, что ли, не знаю я. Вот то, что я еще добавил. Согласен полностью и действительно с DigiTag там я его до сих пор если куда-то ношу, то он у меня лежит в пакете, потом в каком-нибудь там кофре и так далее. Типа, то есть а Model Samples я, по-моему, сразу просто в рюкзак бросил. У меня, короче, он вот первое время вот так вот ездил, а потом я для него сделал вот такой вот хрень. Это может сделать каждый, ребята, это, как сказать-то, рубрика очумелые ручки, короче. Вот. Это просто я реально положил, ручкой отметил, подрезал, он вот так вот накрывается. Ты хитрый, я так не придумал. И все, и в сумочку его суешь, и все. Ну, слушай, это круто. И на самом деле, я правда слышал, многие говорят, что кнопки отваливаются, я даже, собственно, сам вот был в Тюмени, и у меня у друга там отвалилась кнопка Function, она выпадает, типа, знаешь, как выпрыгивает. Да, я слышал эту штуку, говорят, что эта проблема первой была самой серии, что потом ее пофиксили. Но у меня вот такого нету. Я думаю, и у тебя же тоже такого не было, да? Да, у меня тоже такого нет, и на удивление все вообще отлично работает, что удивительно. И они присылают, у тех, кого ломается, они бесплатно, если на гарантии прибор, они бесплатно присылают замену, так что я не вижу смысла сильно париться. Да, это хорошая тема, мне кажется, хорошая поддержка, это круто. Ну, в общем, что, мы просто любим этот девайс, наверное, так можно сказать. Да, это какой-то, да, это вот тот самый, типа, мэч, я не знаю, еще раз, повторяется, если, что, то, с чем у вас случится мэч, это невозможно предсказать, это только методом перебора, поэтому тут такой момент. Ну, и, наверное, опыт нас, как, типа, музыкантов, как тех, кто давно, ну, ну, можно сказать, давно в музыке, да, приводит к тому, что мы можем понять этот мэч на расстоянии, хоть немножко понять его. Вот то, о чем ты говорил, что, типа, записать, что тебе нужно, и подходит ли это, да, вот, глядя на Model Samples, я уже знал, что и как я с ним буду делать, полностью. Ну, вот я тоже знал, а оказалось, что он гораздо больше умеет, чем я себе представлял, это еще интереснее. Это я потом тоже уже, как бы, это, походу, я вот до сих пор узнаю, потому что не зря у меня иногда, знаешь, ну, в 95 я задание уже сделал, конечно, сейчас уже, наверное, я уже плавно, ну, как бы, там уже мало чего осталось просто, но в то же время у меня периодически были такие, знаешь, инсайты, типа, я сижу в кафешке, думаю, надо придумать задание, сажусь и такой, ни хрена, можно так было, вот, периодически я натыкаюсь на такие вещи, а казалось бы, коробка-то коробка, что тут вообще, да? Ну, то есть он, кстати, вот тоже, да, важно отметить, он реально выглядит, вот прям сильно, он много раз выглядит проще, вот издалека, вот так, чем он есть, на самом деле, ребята, это, ну, то есть, короче, этот парень не так прост, как он кажется на первый взгляд, вот тоже важно помнить, не то, что помнить, это иметь в виду стоит, вот, там действительно больше всякого, чем кажется, когда ты на него смотришь. Ну, если вы еще не поняли, что этот девайс очень классный, то стоит посмотреть, у тебя, кстати, лайвы на ютубе лежат, на нем есть какой-нибудь? У меня есть в инстаграме маленькие такие, у меня был типа, типа джемуэри такой, я сам придумал, вот там есть. Я добавлю тогда в описании, вы там посмотрите, в описании будет, вот, а у меня, понятно, там весь канал в этих лайвах, у тебя там полно, да. И всякие миднайт джемы, вот этот лайв с дня рождения, я куда-нибудь сейчас надобавляю плейлисты, так что вы можете зайти и понять, насколько на нем можно писать музыку на ходу, это вот одна из моих любимых фишек, ничто, ничто, ничто в моей жизни не давало мне эту возможность, ничто, просто серьезно, ребят, я улетал каждый раз тут на часы и не замечал, как время идет, поэтому, что тут сказать, это магия, но это мэч, у вас может быть другой мэч, но как мы, как Дима говорил раньше, самое прекрасное в железках, что всегда можно купить и продать, вот и все, поэтому, если у вас не случится мэч, продаете и ищите что-то другое, если оно вам надо, вот и все, так что, такая, такая тема, не, знаете, все это не ради каких-то функций, каких-то абстрактных слов, сколько там ЛФО, сколько там чего, а все это ради магии, когда у вас в глазах счастье просто от того, что вы крутанули две ручки и уже можно, ну, в общем, уже хочется делиться со всем миром, насколько вам классно просто, вот, в этом вся магия, друзья мои, ну, что, с вами были мы, Дима и Глебка, Димка и Глебка, вот он, Димка и Глебка, я вот сейчас его прям выткну так по-жесткому, вот, покажем вам напоследок наших красавцев, мой красавец, твой красавец, все, все, друзья мои, увидимся в следующих видео, подписывайтесь обязательно на Диму, вот, у него очень молодёк, подписывайтесь на Глеба, короче, мы тут стараемся, делаем всякие видосики, так что вы там лайки-то поставьте, пожалуйста, да, комментарии, пожалуйста, напишите, и вот это вот все, помните, все очень-очень важно, мы здесь вся одна семья, и вот это вот все, и да, пожалуй, на этом все. Пишите, ребята, в комментариях, с каким девайсом у вас случался мэтч когда-нибудь, если он был, вот будет интересно почитать. Про мэтчи это очень классно, пишите действительно, и может быть, если мы не ответили на какие-то ваши вопросы, то тоже пишите, я думаю, что вообще без проблем, с огромной радостью поотвечаем, и да, все, погнали, пока. Субтитры сделал DimaTorzok